Почетный пожарный Сургута Игорь Трифонов показывает, где проработал последние 22 года. В будний день он гуляет с сыном, поскольку его попросили уволиться. В середине февраля отец старых детей стал фигурантом уголовного дела об участии в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Сам инженер приехал на работу и сказал, что надо срочно тебя уволить. Сам недоумение такое, что ты натворил, я говорю, я ничего не натворил. Просто за веру, скорее всего, мою меня увольняют. Вот и все. Игорь стал свидетелем Иеговы еще в середине 90-х. А в 2017 году Верховный суд России признал экстремистской организацией Управленческий центр «Свидетели Иеговы» и запретил его деятельность. После этого прекратили работу почти 400 региональных отделений, в том числе в Сургуте. Сургутские свидетели Иеговы собирались в этом здании, в промзоне на окраине города. Оно вмещало до полутора тысяч человек. Но последние полтора года пустуют. И даже подходы к нему занесены вот такими полуметровыми сугробами. Сургут — это центр добычи нефти. Многие жители зарабатывают не хуже, чем в Москве. У свидетелей Иеговы здесь было около тысячи последователей. После решения о запрете организации они собирались в квартирах. Сами верующие считали свои встречи с законными, поскольку суд запретил только юридические лица. Я продолжаю быть свидетелем Иеговы. Это моя вера. И это постановление, оно никак меня не касается. Потому что я не был никогда участником местной религиозной организации, то есть этого юридического лица. Ну и не буду, соответственно, потому что оно ликвидировано. Тимофей работает юристом и даже начинал карьеру в прокуратуре. Как выяснилось, его бывшие коллеги оценивают ситуацию иначе. Утром 15 февраля Тимофей и его жена проснулись от громкого стука в дверь. Супруги не открыли и спрятались в туалете. Тогда группа захвата проникла через окно. Он вот так вот мне как мячик, как будто футбольник, по голове вот сюда как дал. У меня аж искры из глаз. Тут же он меня поднял, начал бить. И также вот руки в наручниках были сзади. Он меня говорит быстро к стене. Да, этот след вот откроет. Во время обыска оперативники искали религиозную литературу в переводе свидетелей Иеговы. Затем Тимофея привезли в следственный комитет Сургута. Там уже находились около 40 задержанных. На следующий день 8 человек заявили, что подверглись пыткам. Среди них Сергей Волосников. Это как раз та область, где мне больше всего пинали. Естественно, сходит уже за... Сегодня с 27, 15, 12 дней уже прошло. И то вот... Сергею 41 год. Он работает водителем. Дома ждут жена и ребенок. Сергей встречается с нами в гостинице. Вспоминает, что в день допроса силовики использовали электрошокер. А затем надели на голову пакет. Пытался даже вот так вот делать, чтобы перегрызть пакет. Ну, чтобы какие-то дырки были. Чтобы воздух заходил, потому что не хватало воздуха. Я и кричал, и говорил об этом. И умолял их, чтобы они перестали это делать. Ребята, говорю, что вы делаете? Потому что мне стало страшно. И я, естественно, я... Фу, не выдержал такого. По словам Сергея, от него добились признания в том, что якобы он был одним из организаторов свидетелей в Сургуте и продолжал действенность уже после запрета Верховного суда. Вот как рассказала об итогах спецоперации местное телевидение. Следователи обнаружили доказательства того, что свою веру представители организации не только исповедовали лично, но и несли в массы. Вербуют людей. Исходя из данных учений, у них имеются определенные запреты. Разрываемыми стали 19 человек. Трое из них в СИЗО. Местные депутаты и журналисты, с которыми связался Артевяй, говорить на камеру об отношениях свидетелям Иеговы отказались. Адвокат Геазар Черников тем временем несет жалобу в прокуратуру Сургута. Она находится в том же здании, где допрашивали задержанных. Следственная группа должна быть отведена от работы и должна быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку они совершили целый ряд тяжелейших уголовных преступлений. По факту, как будет, я не знаю. Информацию о пытках в Сургуте проверяют командированные из Москвы следователи. На вопросы Артевяй по поводу причин возбуждения дела и о применении насилия Следственный комитет ответил коротко. Расследование уголовного дела продолжается. В связи с этим предоставление иных сведений на данном этапе расследования противоречит интересам следствия. Всего в России около ста последователей свидетелей Иеговы стали подозреваемыми по различным делам, говорит директор центра САВА Александр Верховский. На самом деле основная деятельность религиозной организации это коллективно молиться, вообще-то, любой. Поэтому вот они собираются коллективно на молитву, это и рассматривается как продолжение деятельности запрещенной организации. Поскольку они все равно собираются, и это абсолютно неизбежно, то, опять же, сколько будет заведено уголовных дел зависит только от энтузиазма правоохранительных органов. В постсоветской России многие считают свидетелей Иеговы опасной сектой. В 2011 году «Комсомольская правда» рассказывала историю девушки, которая под влиянием организации оборвала контакты с семьей и чуть не продала квартиру в Москве. Также в прессу попала история гибели бизнесмена из Ленинградской области. Он завещал свидетелям все свое имущество. Обычные верующие говорят, что выйти из организации очень сложно. Житель Москвы Александр рассказывает, как пострадал от тотального контроля в рядах иеговистов. Контроль осуществляется не только интимной сферой, контроль осуществляется и того, на что вы тратите деньги. Вы могут просто прийти и сказать, зачем ты столько времени проводишь в отпусках дорогих. Эти деньги мог потратить на то, чтобы поехать в глубинку и там проповедовать. И контроль касается и вашей работы, где вы работаете, а зачем ты там работаешь. А мог бы ты работать на менее оплачиваемой работе, для того, чтобы работать меньше. Обычных россиян свидетели раздражали своим навязчивым миссионерством. Они агитировали на улицах и ходили по квартирам. Один из лидеров антисектантского движения, профессор Александр Дворкин, поделился своими наблюдениями. Организация крайне враждебно относится к любой другой религии. Организация крайне враждебно относится к любому государству. И организация, в частности, запрещает переливание крови, чем ставит под угрозу жизнь и здоровье своих членов. Один из лучших антропологов России, специалист по религиям Александр Панченко, считает, что экспертизы текстов свидетелей Иеговы не учитывали позиции Верховного Суда, который не ограничивает критику других религий. Совершенно заурядные для любой религии тексты интерпретируются как вызывающие ненависть и вражду по отношению к другим религиям. Хотя это просто, на самом деле, критика других религий. Очень странно требовать любой религиозной группы, чтобы она хвалила все остальные религиозные группы. Они говорят, наша вера правильная. Вот кадры из Германии. Светили Иеговы закончили агитацию на улице и возвращаются в свой офис в центре города. Их деятельность была запрещена в нацистской Германии и в ГДР. Но сейчас все федеральные земли присвоили им легальный статус. Первым это сделал Берлин в 2005 году. В других частях страны процесс шел медленнее. Но везде решающим аргументом было право граждан исповедовать свою религию. На случай подозрений, что организация нарушает конституцию, в Германии есть механизм надзора. А запрет это крайний случай. В России вопрос о положении последователей Светили Иеговы поднимали на Совете по правам человека. В декабре 2018 года Владимир Путин пообещал разобраться. Это совсем не значит, что мы представители религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная. Надо внимательнее с этим разобраться. Здесь я с вами согласен. Эти слова почему-то исчезли из официальной видеозаписи встречи с правозащитниками. На официальном сайте Кремля осталась только расшифровка. Адвокат Игиазар Черников полагает, что силовики услышали президента. Но по-своему. Уже после заявлений Путина суд в Орле вынес обвинительный приговор датчанину Деннису Кристенсену. Шесть лет лишения свободы. Видимо, кто-то обиделся на эти слова из следственных органов, потому что после этих слов, озвученных, преследование в отношении свидетелей усилилось и участилось. А после этого даже повторились вот эти зверства. Вы понимаете? Такое впечатление, что действительно кто-то из следственных органов или учреждений не согласен с этими словами. После запрета свидетелей Иеговы из России уехали не менее пяти тысяч последователей. Возможно, самый известный лидер группы «Ноль» Федор Чистяков. Арт-Севиай встречается с музыкантом в Нью-Йорке. Он живет в Штатах с лета 2017-го. Федор не стал возвращаться в Россию с гастролей, когда узнал о полном запрете своего религиозного движения. Тогда у него в кармане было примерно три тысячи долларов, чтобы начать новую жизнь. Федор Чистяков остался в Штатах по рабочей визе. Сейчас оформляет постоянный статус, но не уточняет, претендует ли на политическое убежище. Известно, что больше двухсот его единоверцев обратились за убежищем в Финляндии. Но власти пошли навстречу далеко не всем. Пожарный из Сургута Игорь Трифонов никуда уезжать не планирует. На фоне уголовного дела он еще больше укрепился в своей вере. Я буду молиться и буду смотреть. У меня практика большая уже. Скорее всего, разберутся, прекратят это преследование. Я так думаю, что если же и нет, то будем терпеть. Пока тянется расследование, Игорь собирается встать на биржу труда. После увольнения из пожарной охраны он готов согласиться на любую работу, чтобы прокормить семью. Артем Филатов, Леонид Бабков, Екатерина Грачева, Игорь Мелузов, Денис Чередов и Владимир Витинский. Артем Филатов, Леонид Бабков, Екатерина Грачева, Игорь Мелузов, Денис Чередов, Денис Чередов, Денис Чередов.